Всем привет, друзья! Почему двухсотка, ну и соответственно, да, там, LX570 худший внедорожник по моему мнению, да, то есть, для начала небольшая предыстория. Значит, данное видео и название, точнее, данного видео оно возникло неспроста. Дело в том, что я подписан на Сергея Саймона. Так вот, как раз Сергей Саймон, да, он известен тем, что он ездит на двухсотке. При этом, надо сказать, что Сергей Саймон значительно интереснее пишет, чем снимает. И я подписан на его инстаграм, и мы с ним регулируем, и в отличие, ну, и он, скажем так, отвечает на все там комментарии и так далее. Вот. И мы с ним, значит, он выставил пост, почему он считает двухсотку лучшим внедорожником всех времен народов. И он написал, что... А, и он написал, что, типа, кто не согласен велкам с аргументированным мнением. Вот. И я ему там написал, что, окей, я зайду, значит, напишу пост. Вот, собственно, пост выходит в формате видео. Поехали! Итак, почему... Как там делает разведос? Почему, значит, Сергей Саймон, хуа, нет, не Сергей Саймон, двухсотка и пятьсотсемидесятка, худшие внедорожники всех времен и народов. Ну, собственно, начинаем сгибать пальцы. Первое. Это не мостовая машина. И, собственно, на этом можно было закончить. Потому что я не считаю экспедиционным внедорожником, так же, как и Леонид Немодный, и многие другие, как бы, эксперты, значит, тут, внимание, я себя к экспертам не прочисляю. Вот Леонид Немодный, он эксперт. Я нет. Но, тем не менее, я с его мнением согласен, что я не считаю вообще внедорожником, а тем более экспедиционным внедорожником, что-либо, имеющим немостовую конструкцию, то есть это когда передний и задний мост, и отсутствием рамы. Поэтому я не считаю внедорожниками всякие ленд-роверы, поджерики, прадики, там, что там еще. Ну, вот, и, в общем, и же с ними. То есть, да, для каких-то, может быть, подмосковных покатушек, жене съездить в магазин. То есть, вот, не зря же говорят, что двухсотка, это вот тачка, и автоман про это говорит, и Асафьев, что это вот тачка жене в магазин съездить. То есть, вот обычно за хлебом на таких ездят. Вот. Это вот, и вот прадик, это, по сути, то же самое, только поменьше. На дачу съездить, да, значит, это первое. То есть, это не мостовая машина, так же, как и прадик. И, собственно, на этом можно было бы закончить. Но мы пойдем дальше. Вторая причина, по которой я не считаю данный автомобиль, значит, хорошим, опять же, внедорожником, да, экспедиционным, это геометрия. У двухсотки, ну, собственно, у пятьсотсамидесятки, также худшая геометрия, просто вот, это хуже придумать. То есть, если вы просто сейчас вот в Яндексе вобьете, я перед тем, как вот, чтобы готовиться к этому видео, я просто это вбил, вобьете, там, геометрические размеры, да, клиренс там, углы съезда, въезда и рампы, и сравните там с тем же даже прадиком. Я молчу про джимники, ну, джимники, это вообще читер, про двухсот, ренгеры, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, это, здесь даже говорить не о чем. То есть, по геометрии, это худший внедорожник из всех текущих на рынке. Это вторая причина. Третья причина. Это слабое техническое оснащение. То есть, у двухсотки нету даже, насколько я, у Прадика есть и межосевая блокировка, и межколесная блокировка дифференциала. У заднего причем, по-моему, только заднего. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. У ренглера есть две вот на мостах, передняя и задняя, но они, правда, работают только на понижайке. Вот. Соответственно, насколько я помню, по-моему, у этого, у митсубиси вообще с блокировками все в порядке. Вот у двухсотки межколесной нету точно. Это я точно помню. То есть, он даже Прадику проигрывает в этом смысле. То есть, это опять же надо колхозить. Дальше. Это какая третья причина? Четвертая причина. Вес. Очень большой вес. Но он там не сильно больше, чем у Прадика, но он, например, уже сильно больше, чем у того же там ренглера. И, ну, соответственно, как бы имеем худшую проходимость. Далее. Пятая, да, подпричина, это ОТТС. То есть, если, например, продавцы того же даже Дефендера, который вообще не является современным, да, Дефендер, который, по сути, кроссовер, подумали об этом и в ОТТС вписали лебедку, вписали там вот дальше, кроме лебедки не помню, по-моему, шноркель тоже у них вписан. Короче, про Дефендер врать не буду, скажу за свою машину. Вот, в ренглера вписаны колеса до 35-х, замена бамперов, возможно, лебедка, шноркель только придется сертифицировать. Но это как бы уже что-то. То от ОТТС к двухсотке не вписано ничего вообще. А сейчас сертификация подобных вещей это лютый геморрой. А при этом как бы без вот этого дела этот внедорожник вообще не готов к внедорожню. То есть там надо заменять все. И получается вы попадаете на нехилые как бы бабули, потому что без взяток вот это сертифицировать у вас не получится. То есть либо делать через какую-то фирму, которая этим занимается. И это просто это проблема. Но то есть как бы граждане с Тойота реально усложняют жизнь своим покупателям. Ну и последняя как бы причина она уже не связана непосредственно с внедорожными какими-то возможностями. В общем я очень много сидел в двухсотке. Да, я в ней не ездил, но весь салон так сказать облазил вдоль и поперек. Потому что я выбирал прадик естественно в прадике я практически каждый день ездил в салон несколько раз брал тест-драйв. И естественно каждый раз после прадика я засаживался и в Хайлюкс и в Форчунер и в стоящий рядом в стоящий рядом двухсотку. Вот. И что меня разочаровало, что ты плачешь значительно больше деньги чем ну не сильно как минимум миллион больше за прадик на миллион минимум больше чем за прадик но при этом ты не получаешь концептуально какого-то лучшего салона то есть там такой же дешманский пластик там такая же дешманская кожа там такая же я извиняюсь уюбичная мультимедиа то есть там все так же и так же плохо ты ничего концептуально нового не получаешь то есть это не как сравнивать например Сузуки Джимни и какой-нибудь там Рейндж Ровер Велар или Порш Каен да ты не получаешь такого перехода но как говорится в нашей пословице тогда зачем платить больше да ты получаешь там ну больше места может быть но опять же тут возникает вопрос вот это место оно тебе зачем нужно для Сергея Саймона наверное да наверное это актуально там ну он там возит каких-то вот на свои вот эти покатушки каких-то там участников этих да то есть наверное ему там оператора какого-то надо везти там еще кого-то ему наверное это актуально кого-то туда посадить вот чтобы они там сидели опять же я уже много раз про это говорил что там вот например Для той же семьи, несмотря на то, что у меня на семью один внедорожник, моя идеальная картина, это вот как у Epic Family Roadtree, когда у вас на семью два ренга, потому что жена там везет часть детей на одном, ты часть детей на другом, и в случае какой-то жопы, то есть мало-мальски серьезное путешествие одной машины, это херня. То есть в случае какой-то жопы одна из машин всегда сможет дернуть, да, вот, поэтому все вот эти игрища, взять машину побольше, они, ну, то есть тут во всем нужен компромисс, они все равно заканчиваются как бы тем, что ты в чем-то проигрываешь. Но худой конец, если тебе нужна машина побольше, чтобы всех сразу возить, проще взять просто какой-то реально там микроавтобус или что-то такого плана, или может быть даже и грузовик, вот, и просто доехать до места какой-то жопы, где начинается жопа, а дальше перемещаться там лодкой, лошадью, велосипедом, пешком, на мотоцикле, чем угодно, да, но уже не машиной. Вот, поэтому, опять же, вот это вот то, что Саймон говорит, что вот в прадике типа все сидят сзади тесно, а вот здесь не тесно, это опять же очень странное заявление, потому что если ты чувак типа Леони Немодного, то, ой, этого, Ильи Клубный Сервис, извиняюсь, то да, конечно, три таких чувака, как Илья Клубный Сервис, конечно, сзади им будет неудобно, но им в любом случае ты сзади больше, чем три человека не посадишь. То есть все это очень индивидуальные вещи, а если у вас вот такие люди такой комплекции, как я, или вообще дети едут, то им даже в Ренглере сзади много места. То есть о чем здесь говорить вообще, да? Вот у меня в Ренглере сзади размещаются три худеньких человека, и им вот так вот будет место, вот так, то есть там еще остается, что вот перед ногами, что с боков, потому что мы все маленькие. Поэтому это, опять же, вот это преимущество, оно очень сильно, ну, как бы субъективное, оно как раз и говорит о том, что кто берет себе двухсотки, да? То есть это в основном, если вы посмотрите, в этих машинах ездят большие, толстые, жирные люди, которым вот это вот актуально. Но при этом именно с точки зрения проходимости эта машина очень-очень слабая. Вот, поэтому я считаю двухсотку, собственно, вот как минимум по этим причинам машиной очень неподходящей. Это мы еще не берем то, что там у нее же что там, V8, да? Соответственно, мы имеем совершенно другие расходы топлива в сравнении, там, ну, я не знаю, с тем же, например, Прадик, да? Вот, поэтому, да, и еще, ну, наверное, такой вот скажу, наверное, вещь, да, про удобство именно на асфальте. Дело в том, что, ну, двухсотку, ну, никак нельзя очень относительно, да, но ни Прадик, ни двухсотку вообще никак, собственно, я уже рассказывал, почему я эти машины не выбрал. То есть я Прадик-то не выбрал, потому что он неудобен на асфальте, потому что он медленный, потому что он не динамичный, потому что он плохо рулится. А у двухсотки с этим вообще все очень плохо. То есть если вам нужно, там, 90% экспедиции ехать по трассе, по асфальтовой, где есть заправки, то проще вообще взять какой-нибудь 392-й, который, там, Порше некоторые так не едут, как едет он с точки зрения динамики. Вот, или там ни одна двухсотка никогда по динамике не сравняется. То есть это даже смешно, даже с двухлитровым рэнгом. Вот, поэтому, то есть это вот что касается удобства на трассе и динамики, да, то есть если взять, там, удобство по обгону трех одновременно идущих фур или, там, двух, вот, и сравнить, вот, в таком эксперименте, там, двухлитровый рэнг и, ну, 200-ку или, там, 570-ку, Ну, очевидно, кто, как бы, из этого соревнования выйдет победителем, здесь даже, как бы, ну, говорить нечего. Вот, поэтому, собственно, вот, мои пять копеек по поводу двухсотки и пятьсот семидесятки, ну, еще раз говорю, да, пятьсот семидесятка, по сути, то же самое. На этом у меня сегодня все, до новых встреч, друзья, пока! И я совершенно забыл еще одну причину, друзья, как видите, я немножко поменял шмотки, это вот этот кусочек, последний пункт пишется уже значительно позже того, как видео было скомпоновано, поэтому добавлю его сюда бонусом. Это металл. Мы совсем забыли про знаменитый японский металл. Безусловно, это не металл УАЗиков, особенно эксплуатируемых в городе, безусловно, это не металл корейцев и не металл ранних китайцев, безусловно, у меня у самого был Лексус, что здесь говорить, безусловно, Тойота, выезжающая там, особенно, если она собрана в Таиланде или в Японии, выезжающая, как бы, из стендилера, безусловно, это не то же самое, что УАЗик, выезжающий там из тех же стендилера, да. Но, тем не менее, факт остается фактом, Тойота, эксплуатируемая в городских условиях, а, как правило, все равно, сколько бы мы там про экспедиционные машины не говорили, все эти Прадики, 200-ки, они все равно больше своей массы ездят в городе. В то время, пока они не используются в экспедиции, да, за хлебом, на работу, там, на пикник, на дачу и так далее. И ничто городское, в том числе и реагенты, и все остальное им не чуждо. И да, там, через год, два, три, безусловно, этот УАЗик у вас не пойдет там цветастыми пятнами и тому подобное. Но, в любом случае, проблемы с коррозией начнут, особенно, если не делается для него антикор, начнутся на этой машине значительно раньше, чем они начнутся, ну, к примеру, на некоторых, я здесь подчеркну очень важное слово, на некоторых немцах, не на всех. Или, при всей моей нелюбви к немцам, кстати говоря, обратите внимание, или на некоторых, опять же, я подчеркну, американцах. Собственно, вот, что я хотел, наверное, сказать. И теперь уже точно, до свидания, оставляйте комментарии, ваше мнение о, там, Тойоте, о двухсотке, аргументированное. Возможно, я в чем-то был неправ. Всем пока, до новых встреч!